250 миллионов рублей дополнительно выделили из краевого бюджета на реконструкцию набережной в Хабаровске. На одном из ее участков из-за высокого уровня воды возникли сложности и теперь необходимо его укрепить. Это влияет не только на стоимость работ, но и на сроки сдачи объекта. Когда территория станет доступной для прогулок в репортаже Ульяна Крамаренко. Все внимание подрядчиков на Хабаровской набережной у яхт-клуба сейчас приковано к этому участку. У подпорной стенки роют котлован. Из-за высокого уровня воды она начала наклоняться. Продолжать работы, не укрепив ее, невозможно. Вода доходила до второго яруса, что послужило небольшому отклонению шпонтовой стенки. Была выполнена корректировка проектной документации, прошли экспертизу, приняли решение усилить шпонтовую стенку. Реконструкция набережной идет с 2019-го. Сдать объект должны были через два года, но из-за регулярных паводков сроки постоянно сдвигались. Только этим летом нижний ярус набережной три недели стоял под водой. Новое дополнительное соглашение на продление сроков между подрядчиком и правительством края уже заключено. Каждый этап работы контролируется. Мы ждем сейчас спада уровня воды. Там буквально осталось сантиметров 20-30. Мы их забиваем и завершаем вот этот монолитный оголовок. То есть вы ждете, пока вода еще опустится? Да, да. Там необходимо провести сварочные работы. Уровень воды пока не позволяет это выполнить. Работы на объекте завершены на 70%. Оставшиеся проведут зимой. Благоустройство обещают завершить следующим летом. А сдать участок полностью подрядчик намерен не позднее ноября 2024 года. У нас нет никакого, ни малейшего желания тянуть до последнего, чтобы допустить сюда и жителей, и гостей города. Поэтому, если подрядчик выдержит свои обещания, тогда мы будем искать в первую очередь юридическое решение для того, чтобы пустить сюда всех наших жителей и гостей. К следующему лету здесь также появятся вело и автопарковка. Достроят ротонды и ограждения. А осенью в акватории яхт-клуба проведут дноуглубительные работы. В общей сложности реконструкция этого участка набережной обошлась в полтора миллиарда рублей.